Главные концертные площадки краевой столицы сейчас реконструируют и оборудуют новой техникой. Ремонтируют стадион «Динамо». Здесь пройдут церемонии открытия и закрытия форума. Западная трибуна, как и на фестивале прошлого года, примет большую часть зрителей. После завершения работ арена станет крупнейшей площадкой для массовых мероприятий в крае. Он сможет вместить 10 тысяч гостей. Обновят и спортивную часть объекта. На последнем оргкомитете, что было для меня особенно круто, губернатор поставил задачу после студенческой весны заменить также и поле само. То есть так, чтобы у нас было более профессиональное поле, сам газон, само покрытие. Готовят и места для размещения делегации. Сразу две с половиной тысячи гостей принять непросто. Общежитие строительного техникума сможет вместить 300 участников фестиваля. Работа здесь кипит практически круглые сутки. К началу форума капитальный ремонт сделают в 117 комнатах. Блочная система комфортна для проживания. Санузел на каждые две комнаты, а еще четыре кухни и столько же душевых комнат на этаж. Хочется отметить, что фестиваль пройдет. Мы достойно разместим наших гостей, а после того, как они уедут, мы сможем не менее достойно размещать студентов Ставропольского строительного техникума. По словам организаторов фестиваля, уже составлен предварительный список артистов, которые выступят для студентов и жителей края. Выбирали их молодые люди при помощи голосования в социальных сетях. По итогам и голосования, и по итогам работы с артистами у нас на данный момент такой результат. Это у нас Егор Крид, это у нас Ёлка, это у нас Эйкон, как зарубежная звезда. Такого никогда не было, чтобы величина такого масштаба зарубежная была у нас, работала открыто для всего города. И также у нас 7 числа на Владимирской площади, где у нас новый фонтан, планируется дискотека диджей Робин Шульц. Также, кроме дискотеки, светомузыкальное шоу с фонтаном. Еще одной новинкой студенческой весны в Ставрополе станет появление двух больших видеоэкранов. Их расположат на площади Ленина, возле библиотеки, там, где сейчас установлены баннеры. Выглядеть это будет примерно так. Илья Захаров, Николай Попов, Ставропольское телевидение.